всем привет и ты попал на канал вилка это значит нужно ли тебе взять печеньки готовиться к лучшему время при порождению за день а мы продолжаем с тобой угадай что чародейки конечно же второй сезон тринадцатая серия мне кажется тут будет что-то интересное с прошлой серии появились новые мстители невероятные какие-то сильные питающиеся эмоциями там вот этот шеган и все и вот в принципе все до кого а чё это белка его вообще-то белкам это город снежный нет а ну ладно ну шеган гор вот 2 и ну-ка еще вспомнишь короче они все прикольные они очень интересные харизматичные они серия вообще крутая была они очень детализируют не знаю прям вообще залет залет лютейший вот короче как это можно назвать очень нравится я от этой серии жду под прям либо такого же либо еще лучше что вот прям ух так вот сложно будет переплюнуть да но я считаю что такие красивые виды как горы и рассвет это уже дают плюс 10 очков всех прости что так долго кэссиди подруга моя обещаю что скоро приду снова если она не придет к тебе такая бабка конечно знаю у холин силу взяла я так понял вот этих вот как они называются шары летающие там аромера сила аромера теперь телепортируется то туда захотела разгоняла то и сюда всех подруга у тебя вообще эмпатии никакой да она пришла на могилу к своей подруге у меня есть эмпатии вот я просто помню что она использовала силу и потом и потом хайлин начала плохо себя чувствую я вот думаю его сахалить от переживаю вот она летает туда-сюда а халипов без иные тут никакой травмы он не чувствует никакой драмы не чувствует она пришла на могилу к своей подруге а там которая в юном возрасте а там оказалась еще одна подруга неожиданно в итоге получается три подруги встречи в комментариях какая жалость у меня важное дело и стражницы не должны мне помешать я смогу их отвлечь по крайней мере уил ненавидит меня или нет ненавидит или нет зачем гадать ее ненависть очень сильно блин ну да жестко жутко выглядишь она оживилась офигеть подругу мертвую подожди а как это так ну типа я понимаю что квинтэссенса оживляет неодушевленная типа я понимаю если бы она такая квинтэссенса и из могилы вылез бы скелет типа такой а душа то она как бы все улетела по идее ну там сколько 50 лет назад когда она умерла как она вот ну душу установила тут я немножко не понимаю я я понимаю основы магии там вот это как бы туда-сюда но души они не должны находиться вот так типа вы чтобы душа в могиле находилась странно вот это как помнишь в париже когда и был вот этот еврейский квартал где хранили друг на друга слоями в париже в париже не нет в париже это был там еще был этот границы забор целый выстраивали против евреев вот там короче хранили людей вот так друг на друга потом проходили времена типа ну когда люди там превращались в типа как в почву и потом еще поверх них хранили вот это был бесконечный цикл одного маленького там квадратика в которых хранили кучу людей и как бы по вот этой логике что душа остается там где тебя захоронили там бы была какая-то душевная консерва я не знаю прикинь в таком маленьком квадрате тысячи тысячи душ ну не знаю мне кажется все таки душа улетает туда или туда ну там куда нибудь ну да просто вот мне как-то странно понимать что она с помощью магии оживила из нее душу я поняла да предметы ладно сквозь тел там оживила бы ладно вот душа то что это какое-то вообще не даже не осязаемое было на это как-то оживил короче странно а еще хочу заметить что кэссиди очень сильно похожи на игру не внешностью а внешностью как будто же одно и то же а ты знаешь кассете какой магии или это будет пользуешься ты сейчас скажешь просто было бы забавно если бы она тоже обладала водой потому что она очень похожа на и вот то есть как будто я не знаю них вот ну реально если вот но я к ну на мой взгляд они очень похожи прям лицо в лицо возможно одна чуть постарше ну да да давая вода может они родственницы реально очень похожи Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. М. Значит, милосердие. Мэтт? Уилл? Мэтт! Мэтт, где же ты? Я здесь. Автор сценария Джон Вайсман. Хоть бы раз приснились единороги. Ах, понимаю. Ужасно, что я нашла мужчину, с которым счастлива. Ты так счастлива, что говоришь, как в плохой мыльной опере. Мало ночных кошмаров, они теперь и днём. А мне приснились единороги. С возвращением, Кэссиди. Долго я спала. Сорок лет. Я так молода. Ты жутко постарела. Тратишь свои силы ради власти. Это Хайлин. Да? Ну да, кстати, похоже. Мняшка, тебе пришлось жить в этом невозможном мире, пока я... То есть ты как бы вообще не возмущаешься, что тебя с того света возвратили. Это как-то, не знаю. Когда ты уходишь на покой, мне кажется, уже всё. Так подожди. Сейчас расскажу. Прости за роль, что я сыграла в твоей трагедии. Прости тебя? Ты будто просишь прощения за то, что наступило мне на ногу. Но там, где я была, ни на кого не держит зла. Я хочу обратно. Кэссиди, я оживила тебя не ради извинений. Мы с тобой были стражницами. И я обязана показать тебе всё, что ты пропустила. Поздно, Нерис, для меня... Не приму отказ. Ты отправишься на Землю с сердцем Меридиана, и всё пойдёт по плану. Тебе же лучше. Ты печёшься обо мне, а отказаться я не могу? Дальше. Загрубный мир – просто курорт. Дверь закрой! Эй, мистер Олтен, вам помочь? Если тебя это не затруднить... А я знаю, почему так. Ну, здесь, наверное, Мэтт был, и его грызун. А они, животные же, негативную энергию очень хорошо чувствуют. Вот они, наверное, прошли, и все звери взбесились. Ну, не знаю. Показала, да как надо. Как она управа на фон? Как они сбежали, мистер Олтен? У вас-то у него в магазине, да? Я не понимаю. Ох, я сегодня такой рассеянный. И ты знаешь, почему? Знаю. Ты получила письмо от Мэтта? Правда? А мы получили. И его родители в шоке. Я думал, что он... Постой, я сейчас прочту. Дорогой дедушка, я уезжаю в Голливуд. Говорят, что там каждые пять минут создается новая рок-группа. И я знаю, что в следующей буду солистом. За мистера Хагглса не беспокойся. Он со мной. Береги себя с любовью, Мэтт. Да, почерк его, точно. И он уехал, не простившись. Не сердись на него, дорогая Вилл. Иногда молодым людям надоедает учеба, работа. Ведьма. Мэтт оставил меня в расстроенных чувствах. И без помощи. А тебя, случайно, не интересует временная работа? Что тут продумали, да? Он не просто исчез с семьи, и нас не оставили в догадках, да? А как же его семья, что она подумает? Он написал письмо. Ну, как бы на месте, конечно, родители, я бы тоже сомнилась. Нифига себе, какой-то подросток взял, свалил в Голливуд. А на какие шиши он там жить будет? А деньги, а за... Слушай, подростки найдут, где жить. А школу кто закончит? А без высшего образа? Нет, это со стороны родителей, со стороны взрослых смотришь. Ну да. Ну, в целом, как бы, объективно, да, хорошо показано. Прям прикольно. Да, я согласна. А может ты сначала спросишь у мамы? Я просто скажу, что нашла работу, на которой счастливо. Мне кажется, он просто не хочет продляться. А тут копейка лежит в карман. Что, Вилл? О, боже! Первый день прошел прекрасно, Вилл. Спасибо, и правда. До завтра. Там как бы у тебя на голове не лягушка должна сидеть, а там мышь такая, которая за волосы дергает, и ты готовишь. Это из другого мальчика. Мисс Ролсон! Вы целы? Это было как в тот раз, когда я попытался постричь когти у Ротвеллера. Вы рассмотрели его? Нет, бандит был в маске. Ну, что ты? Чего деда-то обижаешь своего? Не его дед. Он демон. Ты не он. Мой пляж! Любимое место! Удивительно милый и совершенно прозрачный жест. Даренному пляжу в зубы не смотрят. Соскучилась. Конечно, так хочется ощутить ступнями песок, вдохнуть соленый воздух, плавать, плавать и плавать. И может поцеловать пару спасателей. Все, это может. Хитрая, да? Да, она, наверное, сейчас такая. А вот если ты хочешь, я могу тебя оживить, но мне понадобится от тебя помощь. А вот так это будет сейчас? Я не знаю, как это будет, но она очень хитрая. А вот это типа да. Я тебя проведу сейчас по твоим любимым местам, и ты захочешь обратно вернуться. Да-да-да, мне нужно как бы, чтобы ты живу, мне твое тело индушан уже. Сейчас я ее вот сюда в салсу, потом стану еще в 15 раз сильнее. Ну ты это, давай, просто скажи да. Быть, если ты скажешь, что хочешь жить. Тебя это, наверное, удивит, но я отказалась от радости мира. И потом, я знаю, что это ловушка. Я так долго берегла душу, что теперь не продам ее. Молодец. А как они это обыграли, да? Тоже прикольно, типа, обычно душу кому продают, дьявол, а тут типа нерес, и получается нересный дьявол. Я не очень-то рада, что ты работаешь в районе, где грабят. Хорошо, мистер Олсен позвонил. Да, своевременно. И, кстати, завтра вечером у нас с тобой ужин. Будет мистер Коллинз. Что? Раз мы с ним встречаемся, ты должна смириться. Каждый день вижу его в школе, это и так пытка. И потом, я получила душевную травму. И вообще, я, я... Вилл, Вилл, что это? Нужно везти тебя в театральный кружок. Желаю счастливого пути на городскую свалку. Эх! И не рассыпься по дороге. Бабуль! Проблемка. Меня чуть в помойку не бросили. Мне показалось, это шеггер. Но зачем ему мистер Олсен? Может, не любит стариков? И не только стариков. Ну, это прям такая грязная игра. Типа, я не могу вас победить, потому что вы такие сильные, а я такой, нет. Но я буду делать плохо вашим близким, у которых нет сил. Ну, это так не сказав, что он не сильный. Нет. Ну, грязная игра. Они сильные, довольно-таки. Нам показали в той серии, что они очень сильные. Да, он проиграет. Ну и что, подожди. А сейчас он просто кошмарит их близким. Да, это грязная игра, ищи-то. Сражайся с себе достойными. У вас есть стражницы, которые защищают мир, земля, меридиан, кондракар и другие, а не вот эти вот баскетболисты. Вчера он напал на моего брата. Это всех коснулось. Вот это, кстати, мама тоже похожа на Кэссиди. Что тут на Кэссиди все похожи? Мама сказала, что ее чуть не сбила гигантская птица. Да, все очень-очень плохо. Вот это вообще страшно. Вот это настолько крипово, что ты потом вообще не уснешь, мне кажется. Конечно, это капец. Я помню, я в детстве, короче, у меня отдельная комната была, и у меня, получается, вот окна, и я лежу головой, получается. В окна смотрят? Нет, не в окна смотрят, наоборот. Да, вот, от окон. И у меня под окном деревья были всегда. И когда светит лунный свет в комнату, а деревья шатаются, и как будто вот эти вот, короче, руки, да, как будто, я всегда так боялась этого. Ну, это реально, а тут какой-то мужик у тебя под окном летает, кроватый, в маске, конечно, там потом не уснешь. А я, короче, жил на втором этаже, и у меня фонарь светил, и я вообще так терпеть не мог этот фонарь, я сплю, этот фонарь прям в меня светит. Как ты не ляжешь, он всегда светит в тебе. Я просто так от него всегда прятался, дай поспать, фонарь. Кровать, наверное, так стояла, да, еще не переляжешься? Да. Лиллиан сумела рассмотреть Шрегана, описала его до последнего перышка. К счастью, предки убедили ее, что это кошмар. Он под стать кошмару. Он стит нашим близким. Даже Фобос не опускался до такого. Ненавижу. Мы тоже. Но именно этого он и хочет. Я знаю, да, он питается ненавистью. Он от нас не отстанет. Как мы поступим? Ты ужинаешь с мамой. Пиццы с учителем, когда в городе Шеган? Ну, нет. Даже если следующая цель твоя мама... Кстати, да. Как пицца Вилл? Пропал. Ну, такая себе пицца. Четыре колбасы. А целую пиццу. Аппетит. Хватит. Мы будто не за столом сейчас сидим, а на бомбе. Одно движение и взлетим на воздух. Бомб. Раз я порчу вам вечер, зачем было звать меня на ужин? Раз ты здесь, то зачем портить всем настроение? Вы, похоже, гораздо больше, чем кажется. Вот это вот... Ой, какой крадер прикольный. Короче, что хочу сказать. Вот это вот... Когда ты сидишь, смотришь на их ситуацию, вот это... У тебя как будто ты там рядом с ними, и вот это вот неловкое ощущение. Есть такое у тебя? У меня вот есть. Почему это? Нет? А мне вот как будто вот тоже не комфортно, потому что они вот между друг другом ссорятся, а ты как будто со стороны на это наблюдаешь, и как будто ты вовлечен в этот конфликт, и как будто сейчас на тебя тоже накричат. Ну, смотри, опять-таки... Ты как будто со стороны Коллинса смотришь? Она нагоняет на мамку, типа, ну, она нагоняет на Вилту, что она такая, типа, недовольная сидит, как это бывает от родителей. Вилл говорит, ну, зачем вы меня позвали, нагоняет на мамку тут как бы... Потому что ей не нравится ситуация такая. Вот, но... Она против встречаний, а её потащили на эту встречу. Её не потащили, просто пригласили, наверное. Да, ага, конечно. Мама, наверное, сказала, типа, если ты не пойдёшь... Ну, даже если так, я считаю, что... Ну, не очень красиво со стороны Вилл так поступать, потому что мама её взрослая всё-таки, она... Сама решает. Она решает, что ей делать, как бы, и всё такое, как бы, ну... Ну, и Вилл же не будет маму, да, так сказать, до старости контролировать, с кем она там гуляет, что надо делать. Ну, да. Это должно быть в обратном вообще порядке. Вот, ну, поэтому это такое. Типа, ей просто надо либо, как бы, принять ситуацию такую, как говорится, либо сказать... Можете, типа, делать, что хочешь, просто вот с этим мужчиной я, как бы, контактировать не буду, потому что он мне неприятен, типа, а так мне без реальницы. Вот и всё. С тобой контактируют, потому что ты моя мама, а на него мне плевать, грубо говоря. Ну, то есть что-то такое должно быть. А не просто... Па-па-па-па. Хотел сделать комплимент. Ужасно. Но защищать её... Шеган, да? Шеган! Вилл! Вилл! Где же ты? Успел, да? Вот. А она к нему плохо. Маме жизнь только что спас. А если бы него... Дожди, вытащить. Где дочка, которая должна спасать? Спасите! Спасите кто-нибудь! Стражницы, вперёд! Мы едины! Дим! Держись! Семью чур не трогать! Но... Это ведь верный способ разозлить тебя. Дорогая Вилл, прости, что не напал раньше. Но я лечу в Хэзерфилд. Говорят, что там каждые пять минут создаётся новая группа злых рыцарей. И в следующий я буду солистом. Хорош! Это очень грязно. Это строчки из письма Мэтта! Подделать почерк Мэтта не так трудно, как ты думаешь. Я, конечно, понимаю, что в её ситуации сложно не негативить и ненавидеть, но она должна, ну, типа, потому что, да, её по молодому человеку, украли, а, типа, ненавижу. С другой стороны, капли рассудка в ней должна быть. Подожди, у них интересные вообще отношения. То есть, как бы, это Мэтт, но не Мэтт. Она знает это, да, или нет? Нет, она думает, что это Шега. Она думает, что это отдельный человек. А Мэтт где-то украдил. Вот если мыслить о том, что, как бы, мы знаем, что это Мэтт, то у них как будто какие-то такие... Объюзивные отношения. Объюзивные отношения, да. Ну, не в плане... Это вот можно отдельную книгу писать по нему, типа, вот так, после... Я уверен, там полно всяких уже фанфиков и финфиков. Да, как «Три метра над уровнем неба», как вот это вот «Доберман», или как его там книжка есть. Да, «Псяд оттенков севера». И там что-то постучись... Нет, не постучись, загляни в мое окно, или как там оно... Что-то такое. Это, короче, подростковое. И вот от этого как-то прикольно смотреть. Я не знаю, мне вот это... Но опять-таки я к чему ввел свою мысль, потому что она... Понятно, ее можно понять, что он злится, но все равно в ее голове должен быть капля вот этого адекватности, где она такая «Если я буду злиться, то он станет сильнее и точно меня победит». Поэтому я даже в такой ситуации не должна злиться. Где Мэтт? Что ты сделал с ним? Ой, пошло. Напитала его, да? Честно, поймете. Нет-нет, слишком просто. Мне нравится наша игра, и я не собираюсь ее прекращать. Поскорее бы второй раунд! Вот, вот оно! Он приманивает, потом отталкивает. Нет! Я удержу тебя! А потом скажет, ты виновата! Это все ты! Молодец! Пуси-мухи-пуси две! Это лайк! А вы видели огромную птицу? Ты что? Птица! Мама! Вил! Ты нашлась! Это городская больница, детское отделение. О, кажется, раньше ты мечтала стать педиатром. Да, и еще я мечтаю. Если бы кто-нибудь в моей комнате начал болтать шепотом, я бы проснулся в ту же секунду вообще. Ну, он так. Не ожидаясь. Пыталась есть зефир размером с Юпитер. Где мое гигантское лакомство? Жаль, ты не можешь утешить детишек. Помочь им. В тебе столько сострадания ко всем живым существам. Только я-то не живая. О, но ты можешь ожить, признав, что ты этого хочешь. Не хочу. Ведь живые люди злые. Отличный ясный денек. Шеган до ночи не выползет из щели. Вил, входи. Есть новости. Привет, Вил. Чувак! Правда превосходна. Где ты? Я считала, что ты... Вил, мое бегство было глупостью. И глупо то, что я подумал, что смогу... Ой, а что за лицо такое? Ты подожди. Я сейчас. У меня это, моль в кладовке. Я... Ой, не дай бог. Да, я скоро вернусь. Минуток через пять. Я боялась. Я думала, Шеган тебя схватил. С чего ты взяла, что это не так? Ведь принять облик Мэтта не так трудно, как ты думаешь. Вот она должна... Вот, видишь, я же говорю, все животные злятся на Мэтта. Он был здесь, скорее всего, в тот день, когда письмо оставлял. Он оставил письмо, все разозлились и вот выбежали из клетки. Ну, я прям, ты бы видела мое лицо, я, наверное... Вот я такая вот целую, то я понимаю, что это не Мэтт, это вот этот Шеган. А вот на тот момент, на тот момент, когда ты до этого рассуждала про это, что Шеган, вот это вот, ее будет туда-сюда гонять, вот сейчас начинаются реальные обюзивные отношения, потому что Мэтт, который в скобочках Шеган, может ее туда-сюда гонять. Ну, он вообще красивый, конечно. ее провоцирует на эмоции. Это вообще огонь. Он прям такой, фу. Как Джокер. Мне кажется, с учетом того, сколько она ему ненависть отдала, он сейчас всех пятерых раскидает, такой, типа, спасибо за твою ненависть улицы. Все собрались на вечеринку, да? Нам здесь говорили подключить английскую версию. Она какую-то помню. На 16 минуте вроде бы, да? Мышка. Вот, как раз сейчас. Вот, да, я просто помню этот момент. Ну, мы сейчас, наверное, всю серию посмотрим, потом включим английскую, потом ее тоже посмотрим, и я ее вставлю куда-нибудь. Я хотел, знаешь, что сказать? Самое интересное, что Мэтта, в принципе, вообще, ну, плевать на них, он не так сильно хочет там ходить, им, наверное, гадить, там, вот это все надоедать. Это все просто приказ Мериса, типа, она такая, я тут с Касси-Разлекасты, иди-хата, отвлеки как-нибудь, и все, и он пошел. Я так понимаю, это вообще две разные. То есть, Мэтт, ну, не знаю, как это работает. Нет, я сейчас не про Мэтта, а про Мэтта, а про Шегана. То есть, она ему так и сказала, ты отвлеки их. А, ну, то есть, он, это типа, что ему не в кайф ходить за ними, да? Да, ему это просто, как бы, нету таких целей. Он убивается прям перед этим вот виллами. Мне больше кажется, что это Мериса такая, типа, иди-различи их, и вот он пошел их развлекать, вообще по полной решил оторваться. А у меня другая точка, я не считаю, что... Причем, почему он один, кстати, почему, где стабилия Троица? Где Троица, которая там с ним? Пятером на одного, это не в пользу. Каждый из вас. Сейчас прилетят. Каждое время, когда один раз падает, то хрень от других увеличивается. Я в самом деле опасно от чувствуя полно. Ну это он уже напитался у них, ненавистия. Это нас, наша хрень. Мы сделаем его... Онилия! Давай, Вашу, 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 Вашу. Ты можешь сделать, чтобы спасать друзья, семьи, и плохой, не забывая, мать. Троица начинает уйти в станции постоянно. Продолжение следует... I'll finish when I'm sated. And not a moment sooner. Just ask your boyfriend. Oh, wait. You can't. I don't believe you. If you really hurt Matt, why show me any mercy? There's good in sight. Please. I'm so bad I hate myself. You do, don't you? You don't really hate any of us. Nerissa's making you attack, and you hate yourself for obeying her. No. He doesn't seem so big bad anymore. Yeah. Way to kill him with kindness. Soстрадание и милосердие сильнее ненависти, Шеган. Я помогу тебе. Нет. А ты поможешь вернуть Мэтт. Нет! Твой единственный Мэтт – это я! И я каждый день буду напоминать тебе, что настоящего Мэтта нет! Скоро ты снова меня возненавидишь! Уже ненавижу. Вроде нормально было. По звуку. Логично всё. Такая довольная сильность. Дин, зачем ты пришёл? Ничего, мам. Но мы думали провести этот вечер вдвоём. Нет, это слишком. Дина я пригласила. Хватит мне ненавидеть. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть даже с твоим учителем? Ну, он спас тебе жизнь? И думаю, что я с ним полажу. А это праздничная пицца. Деньги есть? Утешают, что хоть что-то не изменилось. Отец! Всё, Нериса, смирись. Мы облетели из конца в конец весь Хезерфилд. Ничего не выйдет. Верни меня домой. Если дом там, где сердце. О! Кто это здесь? Мама? Я Нериса Эмили. Не хотела тебя пугать. Твой сад такой ухоженный. Спасибо, Нериса. В смысле, мама? Они же почти одногодки выглядят как. А Нериса изначально, наверное, была старше Кэссиди, да? Типа, наверное, лет на десять-пятнадцать. В смысле? Ты что-то хочешь? В смысле? В смысле? Ты что-то хочешь? Они все в одном кругу, но... Хочешь сказать, что она выглядит моложе, чем Нериса и Янлин? Нет, хочу сказать, что она выглядит так же. Ну, не знаю. Может, ей... Может, она старше. Ну, скорее всего, старше. Что-то такое. И не извиняйся, ты знаешь, что подруги Кэссиди всегда желанные гости. Спасибо, Эмили. В медальоне чья-то фотография? Твоя память хуже, чем моя. Я же показывала... Здесь снимок Кэссиди. О, мама! Подожди здесь, я принесу лимонад. Она скучает по тебе, Кэссиди. О, кажется, я все могу отдать. Не надо давать. Просто будь милосердна к матери. Скорей скажи, что ты хочешь жить. Да, я хочу жить. Сострадание – сильное чувство, если оно питает надежду. Надежду на то, что ты никогда не получишь. Это брешь в доспехах твоей души. И все, что мне нужно, чтобы ты была моей, ты оживешь очень скоро. Как только ты сослужишь мне службу. И требовалось доказать. И требовалось доказать. Да, к сожалению, надежда. Вот тебе и загипнотизировала Кэссиди в свои отряды мстительные, получается. Хорошая серия. Хорошая серия. Битву с Мэтом, вот эту я вообще никогда не помню. Как будто бы я ее ни разу не смотрел. Все-таки я не знаю, как она тут склеится, как она получится. Потому что она такая неоднозначная. Вот. Но интересно, что стражницы сказали ему, что он все-таки не такой плохой, как думает. Но потому что все-таки внутри него сидит Мэт. И скорее всего поэтому он не такой плохой. Не прям добивает, убивает их, так сказать. А просто немножко играется. И даже определенную палку не перегибает. Ну да, такой. Как бы ходит тут всех подкалывает. Да, да, да. Вот интересная серия. Много чего опять-таки показали. Кэссиди тоже, видимо, в армии присоединяется. Очень классная серия. Мне понравилась. Серия крутая. Особенно вот на развитие отношений. И Мэтта Шегана. Мэтта-Шегана. Там Дефис. И Вилл. Вот. Это просто ветка. Офигенная. Обязательно пишите, почему Кэссиди похожа на Ирму и на маму Ирмы. Вилл и антагонист. Круто. Меня это не отпускает. Мне нравится. Хочу фанфик почитать какой-нибудь. Отлично. Вот. Все. Да, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал. Подписывайся. Ставь лайк. Оставляй комментарий. Как тебе реакция. Обязательно подписывайся на телеграм. У нас там общение. Нонс. Подписывайся на бустер. Ранний доступ. Эксклюзивы. Заказ серии. И увидим в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok